Доблестный сподвижник генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникского князя итальйского погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Эта надпись на русском языке напоминает о жестокой битве у знаменитого чертового моста в швейцарских Альпах. Несколько тысяч русских солдат погибли здесь, стремясь выбить французов с их позиций на этом стратегическом важном месте в ущелье Шоленен. Многие из них погибли не от пули, но сорвавшись в пропасть. Фрединанд Мухайм, бывший глава правления общины Андермат, обходит свои владения. Русский крест в Альпах давно стал местом паломничества как простых туристов, так и политиков высшего уровня. Для всех россиян это место является важнейшим в Швейцарии. Для них Суворов – это настоящий герой. Я регулярно бываю в России, и когда я там рассказываю, что я из Андермата, с чертового моста, где установлен памятник генералу, то все тут же понимают, о чем идет речь. Там все знают эту историю. Мы осматриваем место ночевки Суворова. Дом остался с тех пор практически без изменений. Сегодня здесь расположена историческая экспозиция. Спал ли Суворов именно в этой кровати – неизвестно. Мы знаем, однако, что здесь располагался его штаб. Этот портрет является подарком российского Минобороны. Суворов был очень любим и почитаем в войсках. Суворов не был агрессором. В Швейцарии он пришел в качестве освободителя. Эту роль он и раньше исполнял во многих войнах. Именно поэтому он до сих пор столь уважаем в России. Суворовская тактика позволила русской армии выйти из многих почти безвыходных ситуаций, несмотря на превосходство французов в живой силе и технике. Швейцарский поход был последней военной операцией Суворова. Вернувшись на родину, он умер в 1800 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова